В эфире программа «Новин регионов» студии Алена Милюшчанкова. Витаю вас сегодня в выпуске. Фермерская ежа и свойские хлеб и сыр. Шмадетная семья Булкиных на Черекушине развивая семейную вытворчасть. Про это не только в нашей программе. 23-го Кострышника на Могилешине пройдет областный субботник. Для наведения парадки на земли и придворовых территориях только в Могилеве вызначены больше 200 пляцовок у темлику, парков и скверов. На Восинскую горку выйдут представники працовных коллективов. По традиции у делу субботнику приймуть представники керавництва в области, структурных подразделениях и комитетах. Чекают на субботнику у всех необыяковых. Початок субботника запланованы на 9 ранец и сиротголовных объектов в Могилеве, где разгорнется основная праца по доброму порадку, физкультурно-оздоровленный комплекс на Фатина, пляцовка каля кардиохирургичного корпуса областной клиничной больницы в улице Ленинская. Плануется не только наведение парадку, а и высадка древа. Для этих метал только в областном центре подрихтовано больше за тысячу хвойных, листовых древа и кустарников. Высокотехнологичное начинение набыл после реконструкции будинок Круглянского района газозабеспечения. В модернизованном помешкании разместилась служба «Одно окно», полепшились умовы працы персонала. Спецоденья пронают строго по узору и только потом до працы тут усет, повидая обновленному будинку. Сучасными техничными сродками обсталевали и класс для персонала. Разом с коллегами Александр Шкуликов тут каждый месяц будет проходить теоретические занятки, раз в год проверять веды по охове працы. Упыленный узровень профессийной подрихтовки будет только расти. Здесь стоит самое последнее современное оборудование, которое они изучают и самое, которое можно будет ремонтировать без проблем у абонентов наших. У гытых же стенах из же Хароу района навучают правильно корыстаться газом. У нас имеется теперь в техническом классе как наглядная агитация в виде стендов, так же и компьютеризированное оборудование. То есть это у каждого работника, который проходит ежегодную проверку знаний, либо ежемесячное проведение теоретических занятий по роду своей деятельности. Все в электронном виде, любые видеоматериалы, фотоматериалы. Круглянский райгаз забеспечивает природным и изводкованным плакитным палевом увесь район. Гэта коля 135 километров газопроводу и больше 3000 абонентов. 20 газорегуляторных пунктов и 15 станций катодной обороны. Доставляется газ в баллонах 3012 абонентам. Реконструкция была, можно сказать, даже вынужденной мерой. По заключению, некоторые элементы здания уже находились в критическом состоянии. Также это планомерная работа в общем нашего предприятия «Рубмогилевый облогаз» приведения в соответствии с действующими нормативными и законодательными документами всех санитарно-бытовых помещений. Приведение их в соответствии с нормами охраны труда, а также пожарной безопасности. Что до развития системы газозабеспечения в районе, то в планах подвод природного газа у агрогородок Цятерина. В наступном году там повинно заявиться колясями километров газопровода высокого тиска с перспективы подключения жильевого фонда. Юлия Нашлыкова, Миколай Соболев, Новины региона. В субботу 23-го кастричника будет организована промая телефонная линия с первым наместником старшини Могилевского облаканкама Анатолием Уласевичем. Пытание можно задавать на тему агропромыслового комплекса, вытворчасти и перепроцовки сельхазпродукции по лесной господарце и земельных относинах. Телефонуйте 50 18 69 у Могилеве. Молодые люди выбирают сельскую справу. Шмадетная семья Булкиных переселилась у Черековскую вёску Гронов. Тремая добрую господарку, им кнеться наладить семейную вытворчность фермерской ежи, свойских хлеба и сыра. Селяне хочут кормить горожан смачными и корыстными для здоровья харчами. Итак, всё-таки вы Булкины. Так, Булкины. Поэтому вам вроде как судьба велела. Верогодно, что Булкиным саправды было на канавана заняться хлебобулочной справой. Прозвище обовязывая. Але на самом деле штуршком для выпечки хлеба стали дети, яким потребна здоровая ежа. У семьи Булкиных пять детей. В магазине мне не очень нравится, потому что там химикаты добавляют, а здесь всё свежее. Кухня – прозонная простора, где холодная мать. Дарья робит тесто с цельнозерновой муки. С додатков – только семки слонечника и добрые эмоции. А с хорошими эмоциями действительно тесто, не знаю, оно как будто чувствует. Вот оно не будет, оно не будет не подходить, оно не будет работать, если нет какого-то душевного порыва, что ли. Рецепт хлеба вядомы человечеству больше за десяток тысяч годов – это мука и вода. Однако не вауссих отрымливается смачно. У Булкиных отрымливается, и тому до хлеба господинеца передае свойский альбукрафтовый сыр. Мясцовая инициатива по дневу-усходних сельских районов дала дарьи новые веды и уменни гатовать при намси качаковалую белперкноле. Это сыры, а все разом – корыстная фермерская ежа, селянских чистых продуктов у ласной господарки. Поэтому изначально задумалась для себя, для своей семьи, а потом, когда я вижу, что люди ищут, людям это нужно. И уже думаем о том, что нужно все-таки это выводить на поток. Накольки махчимы сегодня зарабить на своих господарцах, харчах и селянской ежи. Складаны особливо у глубинцы, али с допомогой социальных сеток и интернет-платформ для фермерской ежи справа поступово рухается. Сельское житё досыть непростое, вымагая працы, утрывание живёла и без концев клопытов. По господарце, али булкины не шкадуют, что два года тому заехали с города увёзку. Тут больше здоровое житё. Ты знаешь, что ты положил в этих животных, ты знаешь, что ты возьмёшь. То есть это уже без химикатов в любом случае. Глядите боли про шмадзетную семью булкиных и фермерскую ежу у информационно-аналитичной программе «Днями». Дитячая пляцовка по улице Ярославская Могилёве перетворилась в соправдный гульнявый центр всей микрозоны. Дякуючи активности мясцовых жахаруй, их идею подтримали администрация района и спонсоры. Урешті тут з'явилась новая гульнявая и спортивная обсталевание, як для малых, так и для подлетков. Як створили гэтая свята двора, доведалися наши корреспонденты. В доме детей много, поэтому собрались, можно сказать, во дворе мамы и решили, что у нас не хватает детского оборудования. То есть дети помладше, у них есть оборудование, где чем заняться, а детям, которые уже начинают подрастать постарше, то есть им заняться нечем. Ну вот мы решили сделать детскую площадку, мы подключили всех жильцов, попросили, хорошо все собрали, денежки собрали. Нам помогла бабушка на крынке, мясокомбинат, спасибо им большое. Дворовый пляцовцы по адресе Ярославская 15А у Могилёве теперь по-доброму позаздростять многие. Новая обличча Янана была дякуючи необыяковым мясцовым жахарам. Их идею подтримали у администрации района. Подключились спонсоры и работники ЖЭУ. Надеюсь, что это будет таким реальным примером для остальных жителей, чтобы с их участием обустраивать нашу дворовую территорию. Конечно же, нам приятно видеть инициативу, но и также городские власти работают над тем, чтобы для жителей нашего города создавались максимально благоприятные условия для проживания и для времяпрепровождения. Активные удельники проекта перетворения дитячей пляцовки отримали потяжные листы и памятные подарунки за то, что необыяковое для развития своего города. Детям хочется сказать, чтобы они берегли то, что сделали для них родители, то, что сделали для них организации. На это свято Могилевского дворика пришли целыми семьями. Добрым настроем с ними делились выхованцы Центра творчества Эверест. Свои тематические пляцовки тут разгорнули специалисты предприемства Могилевоблгаза и сопрацовники Департамента Аховы. Велезарное задовольнение от шумной веселости отримали и дети, и дорослые. Ксения Мартусевич, Миколай Соболев, Новины региона. В Осинской надворе зусим не нагода сядеть у квартирах и хатах. Туристичные вандровки можно робить и неподалеку от дома. На Могилевшине досыц цикавых местов, да и таких, про які ведают только мясовые жахары. Наприклад, крыница и каплица Петра и Паула калявески Лыкова Могилевского района. Лыкова от Могилева усягут десяток километров, але каб знайсти дорогу до лясной крыницы и каплицы, давядзецы спытаться у мясцовых жахаров. В праздник Петра и Паула, то есть 13 июля, приходят верующие люди, приходят крестным ходом, проходят здесь служба, освещается вода. Этот источник считается святым и вода считается целебной. Есть падание про молодого поляуничага, який заблукал у леса. Стомленный молодой человек задаромал и убачил с ней деву Марию, якая просила вызволить крыницу, пустить на волю воду. Крыница иснует до сюля, при концы минулого стагодзя, каля калодзежа узвяли каплицу у гонор святых Петра и Паула. Вода смачная, тутэйшые люди, звычайно, кажуть, три разы пей и проси, что хочешь. Что датычыцца каплицы, то и она завсёды отчыненная. Никто ничего не чапает и не псует. Людзей на святы тут шмат, а у звычайные дни сюды приходят, заспокоим, капутиши померковать и отпочить. Сельсовет присматривает всегда за этим местом. Если нужно людям помочь, выделить краску, выделить какой-то, попросить выделить материал. И люди охотно откликаются на это и приходят, помогают ремонтировать и поддерживать это всё в таком вот хорошем состоянии. Высадить цветочки, подкрасить что-то. Не так давно селянам удалось дымахчись о перегляду проекту будовництва дороги. И она повинна была пройти совсем близко. От крыницы и мясовые улады, разом с Жихарами и Лыкова, настояли на пероносе. Зато и летость поменяли дах на каплицы, а невядомый добрый человек заменил старый драуляный настил для колодежа на новую бетонную стяжку. Лыкова – старая вёска и больше за 400 годов. Тут живет каля полтысячи человек. Цяперых это сучасный населенный пункт, який развивается. Однако при усім прогрессе мясцовые жихары мкнуться захавать свою лыковскую славутость, стародавние традиции, подмурок цяперышнего життя. И поэтому Лыкова пошло это название от того, что жители плели из лыка, драли такое лыка из дерева, и плели караба всякие, бочечки, там всё такое. Ну и пошло Лыкова-Лыкова. Но эта Лыкова – хорошая деревня, и люди в основном здесь неплохие. Илона Иванова, Юра Власцу, Новин Эргіюна. А чё цябе у роли гонщика можа кожный? Для этого достатково пройсти в картинг-клуб и поспробовать, что такое трасса. Нередко такая экскурсия перерастаю в соправдное хобби. Отправной кропкой гоночной карьеры для Веры стал мотоспорт. Зараз Дзялчинка займается картингом. Вера только вучится, а леспоборництвы в планах уже есть. С картом юную гонщицу в першиню познайомил батька. Папа попросил поехать с ним куда-то. Я поехала, и мне предложила один раз прокатиться. Я тогда не знала, что была школа кастинга, и что можно заниматься по выходным. И вот мне понравилось, я начала заниматься. Ну, это крутой спорт. И тогда будет легче, если захочешь на права сдать. Уже будет понятно, как ездить. Займаться картингом проходят дети с шести годов. Сдаётся, что ничего тяжкого у этого нема. Сядай и езь. Але на справе всё не так просто. Инструктор вуча, як правильно проходить повороты на трассе и знайсти свой стиль кирования. У занятка есть не только спортивный, а и практичный сенс. Тим, кто займается картингом, хоть за всё будет простей освоивать и кирование автомобилем. Естественно, на дорогах поможет, потому что они уже имеют навыки вождения. Соответственно, ближе к правам уже легче, конечно, будет детям. Потому что будет понятие, где педали гряза, где педали тормоза. То есть, соответственно, это в дальнейшем детям поможет во всём. Но учиться ездить за рулём карта не складано. Треба только знайсти час и пройти на занятки. Гордей Ягоров, Александр Артемьев. Новины региона. Оранжевый уровень небес спеки прогнозуются нобтыки на субботу. Чекается пары из-то ветер до 15-18 метров за секунду. Будет переменная в облачность. Часом дождь и мокрый снег. У нашей плюс 2, плюс 6 градусов. У день 5-10 градусов со знаком «плюс». У неделю так сама короткочасовые опадки и знову мокрый снег. Температурный фон у день плюс 3-8 градусов. С нового тыдня синоптики прогнозуют невеликое, але потепление. У понеделок без опадков. У ночи заморозки, да, минус 5 градусов. Але у день плюс 5-10 градусов. У авторок уже плюс 6-11. У день, а у сираду ящи без опадков. И плюс 7-12 градусов. Самая актуальная новина в области на сайте тавармагилео.кробка.бая. Так сама в группах у социальных сетках. А я на этом с вами развитываюсь. Жадаю вам только добрых новинов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова